Друзья мои, здравствуйте! Посмотрите, какую красоту сегодня предлагаю вам сделать. Узнаете их? Это сочник, школьный сочник. Только посмотрите, какие они пухленькие, сочные, мигусенькие, сделанные из волшебного сдобного теста, золотистые, начиненные белоснежным творогом и безе, которое вкуснее любого крема. Собственно, безе и есть французский крем. Знаете, когда я попробовала их, я на мгновение очутилась в школьной столовой. Как будто машина времени меня туда перенесла. Ну что, начнем? Для сочников нам понадобится творог 1,2 кг, мука 1,4 кг, 300 г сливочного масла, яйца, яиц нужно нам 5, 3 желтка, 5 белков, 2 желточка пойдет на то, чтобы наши сочники смазывать, 3 ванильных сахара, разрыхлителя 3 чайные ложки. Для удобства, если вам не нужно столько, вы все делите опять же на 3. сметана. 600 г сметаны. Здесь по 200 и 200. Здесь 450 г сахара. А здесь стакан. Стакан нам нужен, чтобы взбить белки. По-моему, все рассказала. Нет, забыла, друзья мои. И чайная ложка соли. Масло на квадратики порезали. И в муку. Будем перемешивать крошку, чтобы мука была такой крошкой. Просто вот так руками. Ну вот, мои хорошие. Вот такая мука у нас должна появиться. Маслечко практически исчезло в ней. Теперь переходим к сметане и сахару. Это откладываем. Так, теперь мы сахар помещаем в сметану. Следующую. Размешиваем. Так, сметанка размешивается с сахаром. Взбивать ее не нужно. Сметану размешали с сахаром. Теперь желтки. Так, желточки размешали. Добавим соли. Чайную ложечку. Все, возвращаемся к нашей муке. Добавляем туда все. Добавляем ванильный сахар. И разрыхлитель. Разрыхлитель чайными ложечками измеряем. Размешиваем. И добавляем, друзья, нашу яичную сметанную смесь. И размешаем потихоньку. Друзья мои, не пугайтесь. Это совершенно спокойно. Мы сейчас потихоньку вымесим и сделаем колобочек. Все, друзья мои. Дальше нужно минут на 30-40 положить в холодильник, чтобы наш колобочек немножко отдохнул. И мы тоже. Но на самом деле мы займемся сейчас начинкой, пока он будет отдыхать. Друзья, тесто отдыхает в холодильнике, а белок в это время нам надо взбить с сахаром. Вот и взбиваем. Щепотку соли добавила. Сначала просто белок, потом добавляю сахар. Добавили сахар. Вспили. Так, все, друзья мои, этого достаточно. Отлично. Вот так отлично мы взбили белок. Замечательно, друзья. Отлично. Потихонечку размешиваем творожок с нашим взбитым белочком. Потихоньку. Потихоньку. Наша начиночка будет очень пышная и нежная. Друзья мои, посмотрите, какая получилась начинка. Нежная, 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 воздушный белок, практически без эшку мы сделали. Вот оно хрустит прямо творожком. Переходим к тесту. Так, тесто наше отдохнуло. Для удобства мы разрежем на несколько частей. Вот так. Вот так. Вот так. и вот такие кругляшки раскатываем наши колобочки сильно тонко не будем миллиметров 8 ребята будет достаточно ну и хорошо для своих кругляшков то что у вас под рукой я просто хотела чтобы у меня они были такие не очень маленькие поэтому тут ваша фантазия не переживайте друзья обрезочки снова раскатываются совершенно спокойно и снова делаем наши кругляшки ну вот друзья наши формочки готовы значит я беру столовую ложечку очень хорошей горкой и кладу на один краешек вот так аккуратненько подровняем чтобы она находилась на половинке нашей окружности так ребята нам остается только сделать вот такую ракушку вот так и немножко пальчиками аккуратненько ее немножко прижать сильно не давите свободной ложечкой вы можете даже подрихтовать вот так чтобы сильно наш творожок безе не выползал заранее он еще надуется друзья помните желточки два желточка вот мы их размешали я даже не советую с малышкой желтком просто они более яркие будут красивые просто желтком друзья мои в разогретую духовку на 180 градусов на 30 минут ставим наших красавцев будущих друзья мои это что-то невероятное как они пахнут какие они прекрасные наши сочники я конечно разломаю или разрежу когда они немножко не будут горячие загляну вот замечательные наши пузыречки такие вкуснючие что такие точно магазине мы не купим горячие путь игоряченький а Ой, горячий пацан. Ну, какой классный. Какой же ты классный. Вот такой. Потрясающе вкусное тесто. Внутри потрясающе же вкусный творожок. Который не просто творожок, а со взбитым белком. Короче, как суфле. Ну, я не могу передать этот вкус, поэтому и прошу, давайте сделаем вместе. А сейчас посмотрим, что внутри. Ребята, и тоненькая, и мягкая внутри, и волшебный творожок начинка. Ребята, я вам открою страшную тайну. Я не могла их нормально сфотографировать, потому что их все время было меньше и меньше. Поэтому, поверьте мне, они съедаются. Они волшебные. Они очень волшебно исчезают. Имеют свойство волшебно исчезать со стола. Ну что, друзья мои, вот такая красота. Спасибо, что были со мной, что пекли, что верите в меня, что поддерживаете. Это очень важно. Мира вам и добра. Встретимся еще. Пока.